Правительство Азербайджана продолжает осуществлять мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Накануне парламент Азербайджана внёс изменения в налоговый кодекс. Некоторые бизнес-структуры освобождены от налогов. В стране введён особый налоговый режим. В Азербайджане за последние годы созданы современные предприятия с высокими технологиями, созданы технологические парки. Они производят очень большое количество продукций, определённо сейчас которых идёт экспорт. Но одновременно анализ показал о том, что мы можем дальше совершенствовать структуру нашей промышленности. За короткий период мы создали новый завод по производству масок, который остро необходим в условиях андровиза. Мы построили современную больницу, клинику, в открытии которой участвовал наш уважаемый президент. Как отмечает Зиатсия Медзаде, по линии Министерства труда и социальной защиты населения решаются вопросы создания новых рабочих мест. Первоначально планировалось, что число мест в этом году будет 37 тысяч. Однако коронавирус скорректировал эту цифру и увеличил план до 50 тысяч рабочих мест. Кроме того, в планах правительства довести количество оплачиваемых общественных работ до 90 тысяч к концу 2020 года. Безусловно, понимаете, вот Азербайджан создал хорошую базу. У нас есть соответствующие валютные резервы. Мы по уровню внешнего долга намного лучше, чем отношение, выглядим среди странах мира. Важным направлением является укрепление материально-технической базы здравоохранения. За короткий период в республике создаются совершенно новые современные предприятия. По словам депутата, развитие направлений здравоохранения даст положительные результаты в перспективе. Азербайджан благодаря собственным резервам способен снизить негативные последствия, связанные с пандемией. Расходы бюджета на предотвращение последствий коронавируса составляют примерно 3,5 млрд манатов. Это примерно 10-12% госбюджета. Юльнанс Гасымова, CBC. Пандемия коронавируса, по прогнозам международных организаций, является самой разорительной за столетие. В связи с этим, Организация Объединенных Наций призывает страны к принятию активных мер для поддержания экономик, населения и уровня занятости. Среди стран мира наблюдаются различия в объемах выделяемых средств. В частности, США планируют потратить на поддержку экономики средства в объеме 10% ВВП, в то время как в Германии – это 18% ВВП, в Японии – 0,2% ВВП. В разных странах реакция на эпидемию коронавируса оказалась очень разной. Запад, фактически не справившись с эпидемией, сейчас снимает карантинные меры активно для того, чтобы полностью не рухнула экономика. Наоборот, в азиатских странах, даже не самых богатых, показали удивительную исполоченность и эффективность в борьбе с эпидемией. Лучше всех в мире справился Вьетнам. Там не зарегистрировано ни одного летального случая. Отличия наблюдаются также в направлениях мер поддержки. Развитые страны производят прямые выплаты населению, увеличивают расходы на пособия по безработице. В развивающихся странах поддержка населения осуществляется через отсрочку налоговых и ипотечных выплат. По всему миру продолжают инвестировать в исследования COVID-19. К примеру, накануне в ходе благотворительного марафона в рамках глобального ответа на коронавирус было собрано 7,4 миллиарда евро на создание вакцины. Только разработка, производство и внедрение вакцины методов лечения приведет к передаче вирусов в архивы истории. Без этого мы не сможем ждать от наших граждан отдачи или разрабатывать амбициозные планы по восстановлению экономик. Эти вакцины, методы лечения и терапии будут нести решающее значение для Европы. Но все это важно для наших наиболее уязвимых партнеров с такими хрупкими системами здравоохранения, как в Африке. Отметим, что накануне правительство Азербайджана наряду с уже осуществленными мерами поддержки выделило Всемирной организации здравоохранения дополнительно 5 миллионов долларов. Эти средства будут направлены для поддержки стран-участниц движения неприсоединения, куда входит 120 стран мира. Совет ЕС утвердил предоставление 10 странам-партнерам кредитную помощь на сумму 3 миллиарда евро на борьбу с пандемией. Согласно распространенному сообщению, теперь программу должен утвердить Европейский парламент. Макрофинансовая помощь будет предоставлена в рамках программ расширения и соседства. Главная цель – помочь странам преодолеть последствия, вызванные коронавирусом и карантинными мерами. Помощь предоставят в виде кредитов на выгодных условиях. Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачены двумя отраншами. Сроки погашения кредитов – до 15 лет. Европейский инвестиционный банк полностью мобилизовался для минимизации разрушительного влияния пандемии, обеспечивая финансированием экономику и системы здравоохранения в международном масштабе. Для секторов здравоохранения был подготовлен с партнерами портфель проектов с бюджетом в 6 миллиардов евро, которые акцентированы на подготовку систем здравоохранения. Мы недавно подтвердили 180 миллионов евро гарантийного фонда, чтобы обеспечить малообеспеченным гражданам доступ к вакцинам. Из 3 миллиардов долларов 1 миллиард 200 миллионов получит Украина, 60 миллионов евро получит Тунис, 250 миллионов – Босния и Герцеговина. Иордания в рамках помощи получит кредитов на сумму 200 миллионов евро, Албания – 180 миллионов евро, Северная Македония – 160 миллионов. ЕС также выделит 150 миллионов евро. Для Грузии, Молдовы и Косово получат по 100 миллионов евро, и Черногория – 60 миллионов евро. Средства предоставлены в рамках поддержки стран ЕС, часть утвержденного ранее Европейской комиссией пакета помощи странам Восточного и Южного партнерства, то есть государством Африки, Балкан и Восточной Европы в размере 15 миллиардов евро. С начала пандемии коронавируса в мире заразилось более 3,5 миллиона человек. Свыше 245 тысяч умерли. Более 4 миллиардов медицинских масок направлено из Китая в Соединенные Штаты на фоне распространения пандемии коронавируса. Об этом заявил посол КНР в США Цуй Тянькань, сообщает Вашингтон-Пост. В своем выступлении на центральном телевидении Китая посол отметил, что страна ценит здоровье каждого человека и надеется продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами в борьбе против коронавируса. Жизнь каждого человека одинаково важна. Хотим, чтобы число погибших в каждой стране уменьшалось, а не росло. Мы очень постараемся, чтобы спасти каждую жизнь. Исходя из этого, Китай и Соединенные Штаты проделали большую совместную работу по сдерживанию эпидемии за последние 53 дня. Соединенные Штаты закупили много медикаментов в Китае, а общественные организации страны делают добровольные пожертвования. Мы будем продолжать помогать американцам в борьбе с вирусом и преодолением трудностей. Наряду с этим Цуй Цянькань призвал правительство США отказаться от обвинений в адрес Китая, касающихся сокрытия данных о происхождении коронавируса и масштабах эпидемий. По состоянию на 6 мая в США зарегистрировано более 1 миллиона 200 тысяч зараженных и свыше 72 тысяч смертей. Парламент Ирана Миджлис утвердил законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты. Теперь иранский реал заменят на туман. В целом были приняты поправки к закону о денежно-кредитной и банковской деятельности. В ходе своего выступления президент страны Хасан Роухани отметил, что данная мера не окажет сильного влияния на экономический рост или инфляцию. Смена названия и деноминация послужат упрощенному подсчету и красоте национальной валюты. В течение долгого времени у нас была национальная валюта, которую мы записывали, и была национальная валюта, которую использовали в устной речи. Реал фактически не существовал в жизни людей. Значительная часть ошибок в банках была связана с путаницей между реалом и туманом, поскольку ошибались и простые люди, и банковские служащие. Между тем, реал будет оставаться в обороте наравне с туманом в течение двух лет. Один туман при процессе обмена составит 10 тысяч реалов. Таким образом, номинал валюты сократится в четыре раза. До принятия мечлисом Ирана соответствующего законопроекта туман считался неофициальной денежной единицей и приравнивался к 10 реалам, поскольку на купюрах Центробанка и ценниках в магазинах фигурирует реал, а граждане страны постоянно переводят цены в туманы, вносят определенную путаницу. Эсмиралиева, CBC Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова